Вчера в понедельник Ради Хабир вернулся к своим привычным должностным обязанностям, несмотря на то, что был очевидно простужен, видимо холодные ветра Сухуми не оставили его своим вниманием, но тем не менее Хабиров выдержал 49 минут оперативного совещания и начал он с того, что объявил этот понедельник особым днем. И вовсе не в честь окончания своих абхазских каникул, а в честь своего друга Азата-солдата Барданова. Для нас всех, мне кажется, для меня лично сегодня особенный день, вы знаете, что почти год назад Азат Шамильевич записался добровольцем батальона Миниши Муратова, год да, Азат Шамильевич уже почти год, он выполняет очень серьезные задачи и находится на связи со всеми нашими ребятами, с мобилизованными, со всеми батальонами. Буквально недавно он награжден орденом, медалью за боевое отличие и очень непростую работу ведет. Вот я хотел сегодня вручить ему награду, вы знаете, медаль генерала Шеймурата, это наша военная, боевая награда, она вручается за мужество, отвагу, проявленные и с риском для жизни. Но один секрет открою, я вам честно скажу, что вот ту медаль, которую сейчас я вручил Азат Шамильевичу, она под номером один. Я ее специально берег для него, поэтому позвольте вручить от Муратова. Который немедленно получил из рук ради Хабирова медаль Шеймуратова за номером один. Хабиров трогательно оговорился, что хранил эту первую медаль Шеймуратова именно для Азата-солдата Барданова. Причем во время награждения Барданова именовали ни больше, ни меньше, как первым заместителем председателя правительства Республики Башкортостан. Указан главы Республики Башкортостан. За мужество, проявленное при исполнении служебного и воинского долга, медалью генерала Шеймуратова награжден Бадранов Азат Шамильевич, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан. Я уже тут окончательно запутался, но и вы, наверное, тоже. Он, собственно, в Министерстве обороны служит, он добровольцем пошел в этот батальон Шеймуратова или он все-таки первый вице-премьер правительства? Или эти две ипостаси можно совмещать, как бы и это законно? Совершенно непонятно, но вот так прозвучало, что Азат-солдат теперь у нас все еще числится первым заместителем руководителя правительства Республики Башкортостан. Подвесив главному бойцу по распределению гуманитарной помощи уже пятую медальку, Хабиров немедленно получил в ответ скульптуру некого донецкого скульптора, созданную из трофейного автомата, половинки армейской каски и какого-то красиво покрашенного ящика. Эту скульптуру Барданов назвал «От войны к миру». Прямо, скажем, весьма крамольное название. Если бы он, например, вышел на улицу с плакатиком и подобной фразой на нем, то его наверняка бы арестовали. Но, видимо, в здании правительства можно. Комментируя свой дар, Барданов сообщил, что планирует экспонировать эту выдающуюся скульптуру и очевидный образчик донецкого конструктивизма на отдельной выставке по республике Башкортостан. Но еще, правда, Азад Солдат не решил, как это будет выглядеть. То ли это будут какие-то грандиозные выставочные залы с одной скульптурой, то ли это будет размещение скульптуры прямо в кабинете у Хабировой. Туда, наверное, будут водить экскурсии. В общем, вот так вот прозвучало. Далее, неустанно кашляющий Хабиров объявил о том, что город Агидель безоговорочно признан Ленарой Ивановой и ее министерством городом дружественным семье и детям по итогам 2022 года. Правда, Хабиров не уточнил, чем вызвано подобное неожиданное признание города Агиделя и как с этим увязана самая большая безработица, которая есть в этом городе, как с этим увязана достаточно убогая социальная среда и катастрофическое положение в ЖКХ, осталось необъясненным. Ну вот, такое вот нарицание городу Агидели выдали. Город дружественной семье и детям. В который раз прозвучали во вступительном слове Хабирова и кадровые перестановки в правительстве, о которых он уже много и подробно, впрочем, рассуждал и разговаривал на предыдущих оперативках. Связаны эти кадровые перестановки в основном с уходом ряда министров в госсобрании в качестве депутата в госсобрании. Хабиров не скрывал удовлетворения от того, что он прощается наконец с Тажединовым, который в последние годы стремительно утрачивал свое влияние и позиции в правительстве. Тажединов, конечно, достаточно токсичный персонаж для Хабирова, которому надо сейчас почистить ряды перед выборами Путина и выборами его самого. За Тажединовым числятся всякие разные истории, типа Карнашпана, много непонятных моментов с его братом Нуром, который волшебным образом выигрывал всякие очень вкусные контракты и получал земли для добычи полезных ископаемых. В общем, Хабиров с облегчением избавился от Тажединова. Ну и кроме всего прочего, надо, конечно, сюда добавить историю, когда Хабиров тут успешно покидал родной Башкортостан в багажнике автомобиля. Тогда Тажединов, конечно, повел себя очень, на мой взгляд, недостойно в том смысле, что он тут же быстро и трижды предал Хабирова Рахимову и так далее. То есть, конечно, поводов было более чем достаточно у Хабирова с Тажединовым разделаться. Кроме Азамата Тажединова из правительства уходит министр образования и науки Айбулат Хажин и министр по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров. Собственно, Айбулат Хажин тоже тяжелое бремя на ногах правительства республики. Он провалил дистанционное обучение в ковид, он провалил налаживание школьного питания. В общем, конечно, есть масса к нему претензий. И вот его отправляют тоже в этот могильник госсобрания. И, завершая свои кадровые перестановки, Хабиров упомянул, что еще в некоторых районах главы этих районов также ушли в Курултай. Это Уфимский, Благовещенский, Янаульский и Бокалинский районы. И там будут, естественно, перестановки по части глав районов. На этом, собственно, вступительная часть закончилась и стали рассуждать о чем-то другом. Далее заслушали доклад министра промышленности республики Александр Шельдяева о прошедшем в туймазах межгалактическом форуме промышленная кооперация ориентир на технологический суверенитет. Вот так назывался форум. Естественно, на форуме много пели, играли на Курае, стреляли из луков, видимо, отгоняя злых духов, чуждых нам технологий и всяческой там технологической революции. Шельдяев гордо заявил, что благодаря его неустанной работе в регионе выявлено аж 19 инвестпроектов, нацеленных на импортозамещение. И в среднем каждый из этих проектов планирует инвестиции до 80 миллионов рублей, ну, примерно как такую заурядную придорожную закусочную с кемпингом. В докладе министра промышленности много раз повторялись магические термины «кластер», «технопарк», «кооперация», но ни слова не прозвучало про разработку, собственно, новых технологий, которые и должны обеспечить тот самый вожделенный технологический суверенитет. Ну, надо понимать, что пресловутый технологический суверенитет возможен тогда и только тогда, когда в стране есть собственные технологии, а они, в свою очередь, возникают только тогда, когда страна многие десятилетия подряд вкладывает большие существенные средства в науку, образование и прочие смежные дисциплины. Только тогда можно добиться каких-то технологических прорывов. Ну, послушать Шельдяева, то поймешь, что технологический суверенитет Великой России и Великого Башкортостана обеспечивается исключительно производителями пружинных матрасов, потому что везде мелькала эта матрасная фабрика, как некий символ успеха Шельдяева и символ импортозамещения. Да, теперь мы не будем спать на турецких и европейских матрасах, мы будем спать на российских матрасах и, видимо, будем видеть сны про технологический суверенитет нашей державы. После доклада министра промышленности Хабиров вернул совещание из мира грез господина Шельдяева в мир праздника и веселья. Заговорили о Дне Республики, который случится у нас в среду 11 октября. Хабиров торжественно сообщил, что Башкортостан уже 10 октября удостоится чести посещения премьер-министра Российской Федерации Михаила Мышустина. Он прибудет в Уфу в районе полудня 10 октября и несколькими минутами позже земли Башкортостана коснется еще и нога премьер-министра Братской Белоруссии. За самыми высокими гостями подтянутся гости и помельче. Президент Абхазии, братва из Казахстана, ждать ли еще родню из Армении и соратников из Ирана и Эритреи, Хабиров не уточнил. Очевидно, что гостей будут гулять по первому разряду с вертолетами, чак-чаками, кураем и салютом. Но вчера в последний момент стало известно, что на День Республики никакого салюта не будет. На салюте решили сэкономить. Собственно, вот с Мишустином получилась какая-то незадача. Вообще-то первоначально Мишустин должен был приехать и открыть тот самый многострадальный онкологический центр. Но Хабиров заявил, что премьер-министр Российской Федерации будут встречать открытием завода «Амкадор». Я, пожалуй, что четвертый раз уже слышу об открытии завода «Амкадор» и это открытие обязательно приурочивается каким-нибудь визитом высоких гостей. Очень удобный такой завод, его можно все время и много раз открывать. Вот теперь его будут показывать Мишустину, если, конечно, он не настоит на том, что он вообще-то хотел посмотреть онкоцентр. Не знаю, что там случилось, может быть, онкоцентр и не достроили. Собственно, что достанется от этого праздника жителям и Республики, и в частности Уфы, мы понимаем, что всем нам достанутся жуткие запредельные пробки, которые будут вызваны уже объявленными перекрытиями дорог в центре города Уфы, например. Так что готовьтесь и получайте удовольствие. А то, что касается самого праздника, мы вчера на скорую руку в нашем телеграм-канале «Открытая политика», на которой, кстати, всех вас призываем подписаться, провели, блиц-опрос об отношении наших подписчиков к празднику Дня Республики. 66% опрошенных считают, что это просто дополнительный выходной. 9% наших подписчиков в телеграм-канале считают, что День Республики это настоящий светлый праздник. Ну, а 25% вовсе не знали о существовании этого праздника и как бы, ну, совершенно безразлично, соответственно, к его существованию. Ну, понятно, что Хабиров-то, конечно, он не может упустить возможности попраздновать и повеселиться, так что для него это будет действительно светлый праздник. Кроме всего прочего, надо отметить, что День Республики 11, ну, может быть, 12 октября, это День Радия Хабирова, день его воцарения в Республике как главы региона. Помните, да, что 4 года назад Рустам Хамитов внезапно ушел в отставку и на его место пришел Хабиров. Все это случилось именно вот эти октябрьские дни. Так что Хабиров наверняка вкладывает в этот праздник двойной смысл. Не только День Республики, но и День Хабирова. В рабочем порядке пробежались по скучному и неинтересному, а именно по ситуации в ЖКХ и на дорогах. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Юрий Палтусов в отсутствие отдыхающей Головановой сообщил, что аварийность в регионе не выше обычной, что уже все социальные объекты получили отопление. Речь идет о больницах, поликлиниках, школах и детских садах. Уже по состоянию на понедельник 50% на квартирных домов получили централизованное отопление. По крайней мере, так утверждает господин Палтусов. Все 100% МКД будут обеспечены теплом, начиная с 12 октября. Палтусов предупредил, что заполнение системы может быть медленным и сразу тепло в квартирах не станет. Ну, я лично интересуюсь. Как будет формироваться платеж за октябрь? Исходя из фактически количества дней, которые будут обогреваться квартирой, или по календарю за весь октябрь нас слопят за отопление. Вот это интересно будет посмотреть, но мы узнаем об этом, когда получим платежки. Потому что, как мы помним, возникла некая версия оплаты тепла по госпоже Прочаковской, которая считает, что необоснованную и неподанную услугу все равно нужно обязательно оплачивать. И, кстати, о Прочаковской. Похоже, что ее опять отправили в Апалу после скандальных заявлений на тему, что платите за то, что не получили. Я надеюсь, и, скорее всего, коллективно надеюсь, что мы еще пару месяцев эту мадаму в эфире оперативных совещаний не услышим и не увидим. Ну и, как говорится, слава Богу. Министр транспорта и дорожного строительства господин Колебанов дежурно доложил о том, что число аварий и пострадавших в них в Республике Башкортостан неуклонно растет и превышает показатели предыдущего года. Ну, собственно, что объяснимо, на самом деле, состоянием дорог, за которые этот же самый министр и отвечает. Рекордным в этом году будет и количество пойманных в нетрезвом виде водителей. Ну, наверное, напрямую Колебанов не имеет отношения к пьянству населения Республики Башкортостан и попытках перемещаться на автомобилях в нетрезвом состоянии. Но, в целом, конечно, психосоциальная обстановка в Республике не располагает к резвому образу жизни, потому, видимо, народ у нас стал сильнее пить и, соответственно, ездить за рулем пьяным. Выслушав, в общем-то, тухлый доклад Колебанова, Хабиров решил добавить позитивчика в транспортную тему, сообщил об очередном приобретении 50 больших городских автобусов для нужд Башавтотранса и немедленно потребовало распорядиться этими автобусами рачительно и рационально. Ну, вообще, диву даешься от того, что правительство Республики Башкортостан без конца покупает и покупает автобусы для Башавтотранса. А транспорта в Республике, особенно в Уфе, становится все меньше. Ну, как же так? Ну, правда, на самом деле, никакого чуда здесь, увы, нет. Все дело здесь в простой арифметике. Покупают они 50 новых автобусов, а уже уходят в утиль, списывается количество большее, чем они покупают. То есть 60-70, может быть, еще больше. Таким образом, мы наблюдаем, что математический парк автобусов в Республике и в Уфе снижается. Купят 50, спишут 60. Ну, как ни странно, в соседнем Татарстане абсолютно наоборот. У них растет парк автобусов общественного транспорта и, соответственно, решается эта транспортная проблема. Но Радий Фаритович предпочитает не говорить об этой арифметике. Он без конца рапортует о покупке новых автобусов. Завершили оперативное совещание докладом министра туризма и поддержки предпринимательства, который по недогляду следствия все еще находится на свободе, хотя и находится под судом за излишне фривольное обращение с бюджетными средствами. Рустем Ахмедкаримович Авзалов попытался доказать Хабирову, что в деле поддержки инфраструктуры туризма, во-первых, ему нет равных, во-вторых, Башкирия на первых местах по всей Российской Федерации. Как оно получилось, конечно, судить сложно, но Хабиров, в принципе, любит вот эту тему, любит слышать о том, что у нас строят какие-то хижины в лесу. И Ахмедкаримович сообщил, что полтора миллиарда, полученные из федерального центра, рачительно были потрачены на обустройство 23 пляжей, 25 кемпингов и 8 электронных путеводителей. Особенно трогательно звучало вот про эти электронные путеводители. Полтора миллиарда рублей. По словам Авзалова, туристический поток в республике Башкортостан неумолимо нарастает. Если в 2022 году он зафиксировал 2 миллиона 100 поездок в республику Башкортостан, то теперь за 8 месяцев 2023 года он уже фиксирует 1 миллион 700 тысяч этих поездок. При этом Авзалов скромно умалчивает, по какой методике ведется подсчет вот этих вот в кавычках поездок. Ну, как они считают? По купленным билетам, но люди ведь не едут с туристическими целями. Многие по делам, многих родственникам вообще. Ну, так или иначе, Авзалов спалился дальше на простой арифметике. Он сообщил млеющему от удовольствия Хабирову, что на эти миллион 700 тысяч поездок, которые уже за 8 месяцев случились, в 2023 году пришлось 10 миллиардов платных услуг. Вот тут берем в руки калькулятор. Если бы Хабиров умел считать, хотя бы на калькуляторе, но лучше бы в уме, он бы понял, что Авзалов только что сообщил ему о том, что каждый турист, прибывающий в Башкирию, тратит 5882 рубля. То есть вот этот в кавычках турист на 5882 рубля умудряется оплатить транспортные расходы, отель, питание, экскурсия и, возможно, даже у него остаются еще деньги на покупку магнитика. Неусмотрительно упомянул Авзалов и об успехах разработки и внедрения туркода Уфы, на который тоже выделялись федеральные деньги. Вот об этом, пожалуй, Рустаму Ахмедкаримову еще лучше было бы помолчать. Проект туристического кода Уфы практически провален. И провален он конкретно мэрии Уфы. Отчитываться об освоении выделенных федеральных средств нужно уже буквально завтра. Если мне память не изменяет, то 12 октября. А проект более чем не готов. Собственно, за это тоже можно присесть, если там обнаружится, что деньгами распорядились каким-то экзотическим способом. Но в любом случае поощрение и одобрение федерального центра за невыполнение проекта и не вовремя освоенные деньги, конечно, получить будет невозможно. Причем всему виной, насколько мне известно, лично господин Мавлиев, который как-то весьма экзотично решил один из кадровых вопросов, после решения какового оказался без подрядчиков, без понимания сути проекта и так далее. То есть уволенный чиновник унес с собой все компетенции, знания и все разработки и наработки по этому вопросу. Потому туристический код Уфе пока в обозримом будущем не появится. В общем, Хабиров от доклада Авзалова получил то, что хотел. Он получил благостную картинку процветания туризма в Республике Башкортостан. А мы, в свою очередь, хотим узнать, как же там движутся дела в этом судебном разбирательстве Авзаловой и Жулькова. Суд, напомню, заботливо перенесли в город Сибай, настолько родной, насколько и удаленный от Уфы, и родной действительно Авзалову, который раньше был там мэром. Почему так случилось? Ну, все мы гадали и выдвигали разные предположения. Возможно, чтобы быть подальше от ушлых журналистов. Возможно, что там немножко другие судьи в городе Сибай. Я не знаю, утверждать не берусь. Но вот такое решение было принято. Хотя судебный процесс над министром правительства и крупным чиновником Министерства транспорта, это, конечно, как бы все республиканское явление. Наверняка должен быть, конечно, здесь где-то в центре. Ну, вот так вот спрятали в Сибай. Сибай.